Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Так, второй день, забираем награду. Так, ну что Беззубик, давай посмотрим что-то нам принес. Топорик, спасибо тебе огромное. Топорик нам нужен. Наверное я его сразу отправлю. Дальше искать топоры. Так, а пока тут еще дозабираем нашу награду. Так, ну а ты что? Гнездо и опять же тусклый янтарь. Красавчики. Так, ну что Беззубик, отправляйся за топориками. Стоп, 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 стоп. Вот. Угрюмое море. Да, пускай летит в путешествие. Естественно бесплатно. Чтобы особо не тратиться, зайдем на рынок. Тут у нас мясо и все. Только мясо и забрали. Так, теперь давай проверять, что эти нам принесли. Кстати, ветрокрыло можно, наверное, отправить, да? Или же прокачать его. 190 миллионов рыб он требует. Или отправить все-таки за железом. Ладно, пускай пока постоит. 107 уровень. Кстати, вот. Водореза мы лучше прокачаем и отправим на тренировку. Так, этот за древесиной пускай летит. Здесь нам, ох, 300 миллионов. Дерево. Неплохо так. Подгончик нам сделали. Завернем тогда еще блестящий янтарь. Здесь рыба. Так, сколько он требует? 600 за 70, да? Ладно, я отправлю. Ага. Я что-то попутал, ребят. Нам нужна рыба. Я на древесину смотрел. Тогда пускай стоит, ждет. Я не знаю, правда, чего. Так, вперед на тренировку. 105 уровень. Что-то он как-то дешево нам обходится. Так, не хватает железа, друзья, чтобы отправить нам. Не хватает железа. Зато вот здесь вот хватает. Ну что, ребята, полетел. Наш шепот. За железом. Так, Боеволорд. Пускай летит за рыбой. Этот тоже за древесиной. Этот у нас получает уровень. Давай, наверное, немножко его прокачаем. И на тренировку отправим. Так, вперед за рыбой. За древесиной. Тоже пойдешь за... А что это такой плюсик? Я не могу понять. Для чего он там стоит? Так, ну тут очень мало рыбы, так что не стоит пока заморачиваться. Левел получил, да, девяносто пятый. Девяносто пятый уровень он получает за древесиной. Я его, короче, отправляю. Модифик рылка тоже как-то надо, ребят, прокачать. Она довольно неплохо нам приносит рыбы. Да что ты будешь делать? Опять три железа. Ворчон. Три железа это вообще ни о чем. Сущие копейки. Ох, весный час, да? Красавчик. 179. Может быть, его прокачать, а? Чуть-чуть не хватает, чтобы ему поднять уровень. Прикинь, он будет еще на 300 тысяч больше приносить нам рыбы, если он получит следующий уровень. Так, иди-ка ты пока за рыбкой полетай. Ну, этого уже можно смело отправлять за, наверное, за рыбой. Потому что отправить я его уже никуда не смогу, мы потратились. Так, здесь бесплатно. Здесь у нас, ну-ка, что нам выпадет? Твои дела, лево. И по итогу мы получаем 12 рун. Так, точно. 12 рун. Лети давай в приключение. Кривоклык. Так, расскажите остальным. Ну, тут янтарь, естественно, выпадет. Дадут они тебе четкие. Ага, как же. Держи карман шире. Открываем тогда пак. Шторморез. Крылатый ужас. Кривет. И последний пак идет на открытие. Так, самое главное, что я хотел посмотреть, есть ли у нас какие-то сегодня события. Ребята, есть. Происшествие мустро наездников и выживание. То есть, они оба у нас уже доступны. Надеюсь, блин, тут два дня, наверное, я не успею пройти. Ну, сейчас глянем. Сейчас глянем. Вначале вот сюда зайдем. Заберем свои награды. Так, и вот здесь вот. Что нам там выпадает? Выпадают нам какие грозные качели. Я вначале почитал грязные, но это грозные. Они малюсенькие такие. Я даже не знаю, куда их тут. Давай здесь вот поставим. Грозные качели. И откроем бесплатно наши паки. Так, монетки Одина. Престеголов. Крылатый ужас. Громорок. Так, у нас, смотри, с древесиной вообще полный завал. Монеты Одина. Чудовище. Шторморез. Душитель. Ну, не особо, да? Не особо полезно нам тут выпало. Открутить два набора карт. Ну, что, вроде бы здесь по площадке у нас все. Хотя нет, не все. Вернись. Отправляем его, да? Тридцать семьдесят пять миллионов. В плане. Подожди, у меня же вроде бы с железом был завал. То есть, с древесиной. Куда? Куда древесина-то вся делась? Ладно, я думаю, что мы с тобой за события. Сейчас все-таки все это дело наберем. Успеем набрать. Так, лети за рыбой. Все равно там прохлаждаешься. И ты, наверное, тоже за рыбой лети. Так, секундочку. У нас же еще вот здесь. Невероятное. Бьюсь об заклад. Драга готов убить за такого дракона. В прямом смысле этого слова. Спасибо, что присоединился к нам во время обучения, Эрит. Похоже, ты очень понравился этому Громорогу. О, да. Надеюсь, в будущем мы с ним будем видеться почаще. И выполнил задание. И обучить его, наверное, да? Пускай летит, обучается. Легендарные драконы всегда хорошо. Так, и мы еще награду получаем. Ух ты. И это у нас 500 бабочек. Бабочки Белдейна. Итого у нас 590. Всего лишь. Так, тут у нас есть следующее задание. Но сначала пойдем все-таки на события сходим. Так, выживание, да, значит? Ну, выживание обычно проходится у нас сразу. Давай посмотрим муштранаездников. Насколько оно... Так, сейчас почитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. То есть, два захода нужно будет делать, друзья, чтобы пройти нам вот это вот событие. То есть, сегодня и завтра уже мы будем завершать с ним. Так, ну что, у нас тут костолом. Стоит, ждет две волны. Всего лишь будет нормально. Уровень, правда, мощный, да? Восемнадцатый. Ну, это ничего страшного. Так, давай-ка, наверное, еще бомбаню. Кривоклык, завязывай давай с ним уже. Что-то как-то он медленно разбирается. Это при том, что мы на него повесили дебаф? Так. Да хорош, он еще и отхиливается тут. Завязывай давай. И водорез. Так, сделаем вот так. Хитрец. Это хитрец у нас. Ну. Так, наверное, охернусь я, на всякий случай. Промахнулся. Хотя, восемнадцатый уровень. Все. Ну что, приступаем крутить колесо. И выпадает нам 75 миллионов древесин. Ну, это вообще мало. Если бы 175 миллионов, я бы еще был бы рад. Так, выпадает нам, точнее, зарабатываем с тобой загадочный пак. Который летит у нас на почту. Ну, и следующий поединок. Раз, два. Получаем потом полторы тысячи тусклого винтаря. Пристеголов. Слушай, они хоть по одному, но они вот, если судить по полоске здоровья, очень будут долго и нудно разбираться. Вот тебе и муштра, как говорится. Вообще еле-еле. Да, я тут придется попыхтеть. Это хорошо, что он оден. А прикинь, таких вот три будет. И вот как с ними драться? Их нереально будет победить. Потому что пока ты одного топчешь, тебя остальные разбирают. Муштра наездника. Такое название еще. Ну, молодец, Барсик. Ой-ой-ой. Шепот. Шепот пришел здесь. Нам нужно его как можно быстрее разобрать. До сколько? До трех энергий. Начиная с трех энергий, он, по-моему, делает свой супердар, насколько я помню. Еще дебаф. Естественно, нужно понижать ему броню, чтобы... Фига, он влупил. Чтобы быстренько его уничтожить. Красиво. Так, выпадает нам плод мудрости. Одна штучка. Ну что, погнали тогда на следующий поединок. А докуда мы вообще дойдем? Здесь до сторон, получается, да? Сторон мы заберем, и будет все великолепно. И у нас там еще будет мини-боссик впереди. Куда-то вдруг опять музыка исчезла, ни с того, ни с сего. Ладно, это истинный шепот. Поэтому нужно его бомбануть. Вот с ним уже... А, так он ватный. У него зароди, смотри, мало. Так что мы его быстренько тут чпохнем. Это будет только первая волна. На второй волне посмотрим, что нас там будет поджидать. Два костолома. Один шестнадцатого, другой семнадцатого уровня. Блин, вот это, по-моему, разбегается у нас. Если честно, я уже и не помню. Да, это радость Кривоклыка. Я так называю. Потому что он против Стража очень хорошо действует. Так, ну что, давай, наверное, раз-два. Этого мы добьем. Хотя вот так можно сделать. Через отхил. Так будет правильнее даже. Таким образом мы с тобой уничтожим дракона. И заодно восстановили здоровье. Вот, промахнулся. Голодранец. Не смог пробить. Вот и все. Так, очередное колесо. И выпадает нам вообще мизер. Я недоволен. Таким раскладом. Ну, вот и полторы тысячи янтаря. Давай-давай, забирай. Не стесняйся. Следующий поединок. И потом уже будет мини-босс. После мини-босса мы забираем с тобой сто рун. Не очень, конечно, много. Но лишними они будут. И три волны уже пошло. Три волны, ребят. Так, начало такое великолепное просто. Сразу бомбанул. Так, пристеголов. И клыкокрив. Так, они оба хитреца, получается, да? Класс хитрецов. Блин, ты что творишь, а? Молодец, Кривоклык. Одобряю. Сейчас с этим партизаном надо разобраться. Да ты запарил, бомбишь-то мне. Именно главное. Штормореза моего, а? Посмотри. И последняя волна. Здесь у нас кревет. Я возьму его в первую очередь на разборку. Этот посидит, подождет, пока ничего страшного не будет. А вот если кревет разухарится, тут, конечно, будет не очень нам весело. Так, сейчас будет плеваться. Ммм, укус. Он сделал укус. Добьешь? Красавчик. Ну что там стоишь? Дергается он. Раз, два. Добить сможем? Давай хельнемся тогда уж. И до свидания. Древсина. Опять же, очень мало нам дают. Ну что, переходим на последний заключительный поединок. Мини-босс. Интересно, кто там у нас мини-босс? Шепот смерти. Точнее, его пародия. Так, по идее, нам надо начинать с шустрых. Хитреца, потом бомбанем. Блин. Отлично, просто круто. Тут опять три волны все-таки, да, будет? Так, парень, успокойся. Не надо буянить. Твою дареву. Барсика хочет убить. Переходим на вторую волну. Ё-моё. Водорез плюс скалотряс. Барсику может сейчас не повезти. Его просто перемолят сейчас. Хотя, если вот так вот будут делать. Так, не трогай Барсика, пожалуйста. Вот. Вот так вот лучше делай. Так, Барсик, добивай его. Тут делаем отхил. Блин. Блин. Сбил броню. Замечательно. Так, и вот у нас мини-боссик. Это, получается, Костолом и Ветрокрыл. Короче, сейчас будем делать... Бить Костолома. А Ветрокрыл брать именно... Блин, Барсик, по-моему, крышка будет сейчас. Да, я так и понял. Они взялись плотненько за него. Ну и... Плевать. Давай. Пока, Барсик. Блин, если бы я знал, что он так сделает, конечно бы я набил. Я-то думал, что он... Сделает свой суперудар. Угу. Но он нас обманул. И это, кстати, очень плохо. Знаешь почему? Потому что на следующий ход он сделает... Суперудар. А суперудар мы все прекрасно знаем. Это заморозка. Поэтому сейчас просто кусаем. Вешаем на него слепоту. Давай-давай, тратим. Вот смотри. Вот почему-то он сейчас не стал тратить, а? Объясни, пожалуйста, мне. Он не стал тратить суперудар. Ну а сейчас... Е! Наконец-то. Я уже думал, что он сейчас... Продержится до последнего. Но нет, все-таки решил потратить. Так и надо. Так, мы делаем укус. То есть в следующем ходу мы с тобой делаем опять же на него... Слепоту и спокойненько уже добиваем. Хотя... Знаешь, что я скажу? Мы, наверное, сделаем немножко по-другому. Мы не будем вешать слепоты. Просто вот так вот напрямки будем бомбить его. Понижение брони. И сейчас Кривоклойк его уничтожит. Вот и все. Так, выпадает нам ареновский набор, который содержит новичков. И 100 урон в карманчик нам летит. Так, ну что, ребят, тут энергия, как ты видишь, закончилась. Соответственно, мы заканчиваем с этим событием и переходим на другое. Так, только сначала возьмем награду. И что же нам тут выпадет? Ого. 30 рун. И бабочки. Замечательно. Просто замечательно. Так, следующее, значит, событие. Это у нас выживание. Опа. Что это там за пак такой интересный? Раз. Раз, два. Подожди-ка. Раз, два. Три поединка всего, ребята. Всего лишь три поединка. Но надо их еще, как говорится, пройти. Это шесть волн. Напомню еще раз. Кто не знает. Шесть будет волн. И вот нужно выживать. Начинаем со слабеньких. И с каждой волной. Они будут сильнее и круче. И еще будет прибавляться третий дракон. После четвертой волны. Тут, понятное дело, можно особо не паниковать. Разбираются на изи. А вот после четвертой волны. А вот после четвертой волны уже начинается, ну, серьезность, так скажем. А пока развлекаемся. Ага. Минус шепот. Ты посмотри, что творит, а. Понижает мне атаку. Третья волна. Ну, я пока не буду, наверное, делать суперудар. Здоровье, вроде бы, еще норм. На четвертой волне уже будем, наверное, тратиться, скорее всего. Давай, добивай. Так. Ага. Третий дракон. Это водорез. Судак не пришел на помощь. Давай-ка с массовых атак начинать уже потихоньку. Твою налево, все-таки. Ничего себе. Это на 17 уровне он так вжарил. Обалдеть, блин. Вот это он влупил, ребят. Вот чем опасен, ребята, шепот смерти. Именно своей вот этой ультой, которая стоит-то копейки там у него. По-моему, две энергии тратит он всего лишь. Три энергии. И делает суперудар. Так, что у нас тут? Это предпоследняя волна. Блин, если он так влупит еще раз, то нам уже не забрывать. Уже такой фокус не прокатит. Сразу с удара просто вынесет. Вон, смотри, сейчас будет делать. Ё-моё. Его невозможно вырубить за то время, что нам отведено, понимаешь? Это просто нереально сделать. Да. Сейчас может бомбануть. Вот я не знаю, я рискую очень сильно. Сейчас, если этот плюнет сюда в кривок лыка, то нам не сдобровать будет. Еще пониженная тут атака, я смотрю, у нас висит. Надо отхиливаться. Потому что следующая волна будет, надо быть уже полным, готовым. Все, ребят, пока отлично. Вот она. Последняя волна, заключительная. Поехали. Ну, как вот ты успеешь его бомбануть? Ну, ты объясни мне. Это нереально, понимаешь? Не успеешь ты никак. Сейчас водорез ходит, и после водореза будет ходить он. А, нет, пока нормально. Водорез просто протратился немножко по энергии. Поэтому тут, так скажем, нам повезло. Видишь, что вытворяет? Фокусников вшив я. Есть. Все. Главная причина устранена. Так, продолжаем бомбить. Хилочку бы, конечно, бы мне. Если мы успеем. Успеем. Так, давай залечим раны. Что так... А, пониженная атака. Поэтому слабо так бомбану. Этот только понижает, я смотрю, атаки. Ну, вот он остался один. Ну, с одним, конечно, проще. Нравится, тем более, это у нас... Это у нас шустрый. Шустрец. Вот и все. Так, дают нам плод мудрости. Неспроста, видимо, да? Ну что, забираем элитный пак. Кроватый ужас. Престеголов. Шторморез. Вострозуб. Шепот смерти. И кривоклык. Окей. Так, ребят, предпоследний поединок. Вроде, кажется, всего три поединка, да? Так мало. Но не забывай, что здесь шесть волн. Так, я вижу, там душитель у нас. И опять же сородич. Сородич шепота смерти. Так, он шустрый, поэтому, наверное, я начну с него. Душитель там дымодышащий подождет. Ага. Добили. Так, ну что, переключаемся на этого Хонорика. И потихонечку, потихонечку, не спеша, как говорится, будем разбирать. Бомбаника. Вторая волна. Ну, то же самое. Не изменяем своим принципам. Бьем вначале сородича. Да, можно и так сделать. Добивка. Так, пробьешь ты его. Красавчик. Третья волна. На четвертой волне уже посмотрим, кто к ним присоединится. Какой дракон. Почему-то мне кажется, что еще один шепот смерти там будет. По-моему, так. Ну, что ты там сейчас будешь делать? Понятно. Тут добиваем. Понижаем защиту и тоже его сейчас уничтожим. Да, друзья, шепот смерти присоединяется. Ну, тут уже понятно, что нужно делать. Тут, как говорится, уже не до выпендрежа. Хотя это только четвертая волна. Еще, блин, две волны будут впереди. Твою налево сейчас. Ага. Ладно. Делаем так. Блин, нам бы хилочку бы, а. Нам бы хилочку. Сейчас посмотрим. Давай, наверное, сюда бомбанем. Отхиливаемся. Пожди по фулке, да? Почти по фулочке. Нормально все. Так, добьешь? Красавчик. Предпоследняя волна. Блин, 18 уровень. 17-й, 17-й. Блин, совсем не айс. Совсем не айс. Так, а кому достается? Тебе, да? Или тебе? Три этих. Три ней мне сейчас пульнет. Слушай, нет. Не пульнул. Тогда я тебе скажу, очень даже хорошо. Делаем вот так. Понижаем броню, само собой. Ух. Твою налево. Вот не вовремя, ребята. Ну куда ты потр... Ёк-макарек, ребят. Дело в том, что я... Я не смогу сейчас ничего сделать. Сейчас уложит, да? Будет ходить он. Подожди. Вот, что нас спасет. Фух. Груши. А так бы, конечно, он бы нас тут распечатал. Уж поверь мне. Просто распечатал бы. Блин, и это далеко еще не последняя волна. А вот, ребята, и последняя волна. Тут надо быть вообще предельно осторожным. А как-то тут от нас мало чего зависит. Друзья. Нам главное распечатать быстренько вот этого шепота смерти. Ну и вот этого вторым. Хотя, отлично. Пускай лучше он потратит свою энергию на какой-то такой легкий удар. Хоть и неприятный. Чем они сделают свою массовую? Вот в чем суть. Вырубили. Давай, наверное, все-таки начнем с сородича. Ну и заодно смотрим. Будешь тратиться? Давай, траться. Отлично. Отхиливаемся. Четыре энергии. Главное, чтобы не накопил. Ну, вообще промахнулся. Замечательно. Так, понижаем. А что так слабо-то он? Слабо у нас разбирается этот чувачок, я смотрю. Хильнемся. И добьем, наверное, да. Так, содержит новичков. Пак вот такой нам выпал. Теперь забираем с тобой блестящий янтарь. И 250 рун. Зашибись. Первая тысяча накопленная. Так, ну что. Переходим на последний поединок. И уже потом заберем пак. А вот что там в паке в этом выпадет? Мне интересно даже самому. Так, ну что. Костолом и опять же сородич. Погнали. Начинаем с сородича. А костолом-то это не страж. Это боец. То есть будет дамаг наносить солидный. Плохо. Так, ну что. Вторая волна. Подожди-ка. Я не понял. Блин, Громль. Тогда начинаем вот с этого. Ну, почему Громль, ребята, он страж. Сейчас мы его запаримся пробивать. Поэтому проще нам начать с костолома. А уже после вырубать вот этого Громоля. А зачем же они тогда вначале сородича поставили? Скажи-ка мне на милость. Я думал, что он будет. Видишь, как все перевернули здесь. Да, это плохо, что он там. У него фаербол очень жесткий. Когда он начнет его плевать. Так, это третья волна, да, получается? И к тому же против него только лишь кривоклык нормально будет работать. Остальные будут такой посредственный урон наносить. Ну, давай, что-нибудь там делай. Добиваем. Четвертая волна. Кто прибавляется? Ё-моё. Вот зачем они его сюда воткнули, а? Скажите мне на милость. Блин, жили себе, не тужили без него. Хорошо. На тебе, поставили. Начинается. Фу, он еще и усиливал атаку себе. Так, друзья, наверное, нам надо будет... Знаешь, что сделать? Смотри. Вот так вот. Он красный. Он боевик, да? Как раз против зелени, да еще и с сильной атакой. То, что нужно для нас. А вот это вот не надо. Вот это вот не надо делать, парень. Блин. Ну, приходится вот так вот делать. Нужно восстанавливать здоровье. Так, уничтожь давай своего этого... Блин, чебурека не у... Не уничтожил, а? Хиляться нужно срочно. Так, ну что он там делает? Просто ударит. Окей. Пятая волна. Это предпоследняя. Поехали. Сейчас будем разбирать. Раз, два, три. Сейчас втроем сходят. Блин, кто-то, ребят, попадает под суперудар. Ну, ты посмотри, как он вмазал. Не трогай барсика только. Приходится вот так вот делать. А как иначе, блин? А как вот ты иначе тут сделаешь? Вот все-таки барсика, а, надо было... Вот же они неугомонные-то, а. Ты посмотри на них. Если что, барсика будем залечивать через грушу. Если вообще будет критично у него здоровье. Я даже не знаю, подлечить его или как. Подлечу. Блин, если бы я знал, не тратил бы груши. Ё-моё. Так, друзья, последняя волна. Давай попробуем все сделать как надо. Все сделать красиво. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Он выжил. Он выжил. Вот-вот. Сейчас начнется. Шеперудар будет делать, да? Нет, не стал. Короче, сделаем вот так. Залечим раны. Нам его надо взять. Блин. Нам... О! А этот фейерблон-то не промахнулся. Хотя он не стал его делать. Пока нам, ребят, везет. Так, кривоклык. Надо тебя брать... Вот так, в слепоту. Жарь огнем. Ты, блин, серьезно сейчас? Повесил на него, называется, слепоту. Думал, будет так лучше. А он весь чуть-чуть данул. Давай хлопни своему корешу. Так, нормально. По пониженной броне, потому что сейчас фейербол пройдет. Блин, ну достал хилять, а? Давай просто, наверное, так вот. Оп! Ну что, Громбарь? Давай потолкуем теперь. Сразу заерзал, заерзал, да? Хиляться нам... Нет, наверное, я все-таки сделаю понижение брони. Ну да, в принципе, он уже не жилец. Те, он еще и промахивается. Все идет как нужно. Прошли мы события. Так, на рулетке нам выпадает... Ох ты, плод мудрости. Аж три штуки. В первый раз, ребят, столько выпадает много. Ну и вот, наконец-то, пак. Он сразу будет открываться? Нет, он на почту летит. Ну что, давай посмотрим. Во-первых, загадочный открываем. Громль, Костолом, Шепот Смерти. Ну-ка, понятно все. Так, далее. Содержит новичков. Крылатый ужас. Кошмарный пристеголов. Шторморез. Опять содержит новичков. Кстати, ребят, крылатый ужас. Скоро получит у меня тринадцатый разряд. Кстати, Кошмарный пристеголов тоже. Прокачиваются они неплохо. И последний пак. Давай смотреть. Это у нас редкий набор. О, спасибо за такое количество рун. Железо. Так, и... Брызговик, друзья мои. Премиум, прикинь. Нифига себе. Блин, а вот разместить-то... А, есть у меня место. Вот это я... Не зря я все-таки тогда здесь подчищал. Друзья, кстати, вот эту вот герунду нужно тоже убрать. Так, друзья мои. Брызговик. Он у нас тоже будет собирать железо. Круто. Еще один премиум дракон у нас. Блин, академка уже все, ребят. Не расширить. Кстати, а тут, по-моему, еще есть место, куда я могу... Так, давай-ка мы зайдем к себе... Так, вначале награды здесь заберу. Оп. Нормально так. Загадочный пак нам выпадает. Кривит, шторморез, беззубик. Так, стоп, там еще что-то у нас было. Блин, да какой сезонный. Вот. Пятьсот бабочек. Итого... Тысяча пятьсот девяносто. Ну, почти тысяча шестьсот. Почти тысяча шестьсот. Так, подожди-ка. Вот этот вот... Покормить рыбы не хватает. Твою налево. Ладно. Что я хотел? Я хотел зайти в академию нашу. В ангар, точнее. Так, если у нас есть место, то могу кого-то позволить выстроить. А нафига у меня их столько много-то? Отпустить! Ты посмотри, сколько у меня. Отпускаем, конечно. Зачем мне столько их тут? Вот так, ребята, места занимаются у нас. Очень много дублей было, оказывается. Вот здесь вот. Зачем вот это вот нам? Два одинаковых. Тоже не понимаем. Так, давай дальше смотреть. Вроде бы пока нету дубликатов. Так, ну это у нас уже редкие. Редкие, редкие, редкие идут. Угу. Вот. Вот это вот. Зачем? Зачем мне ловары к первому уровню? Чтобы он тут... Тут можно как-то... Ага, вот, по редкости. То есть, получается, вот этого я могу поставить. Разместить. И, пожалуй-ка, я размещу его вот здесь. Это у нас скороход. Не хватает места. Вот и пускай будут здесь редкие, эпические и легендарки. Так, ну что ты мне тут скажешь? Эй, Кривоклык, Забиэка сегодня в Академии. Может, и мы немного позанимаемся? Что скажешь? Гуару. Неправильный ответ. Мы все равно туда летим. О, привет, Забиэка. Я не знал, что ты тоже сегодня занимаешься. Какое совпадение? Повысьте уровень ужасного чудовища на 5 и поручите Тайфу Мерангу добыть 3 соединить с древесиной. Что там надо с Кривоклыком сделать? Подожди, ужасное чудовище на 5. Почему мне показывают Кривоклыка? Ужасное чудовище у нас же есть, если не ошибаюсь. Ужасное чудовище должно быть... Вот. Но сейчас в любом случае не смогу повысить, потому что не хватает железа. Ладно, в следующий раз этим займемся. Ну что, друзья, а на этом сегодня я буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.